Привет всем фанатам и фанаткам автомобиля, а также им сочувствующим, с вами Владимир Яура, и эта программа «Автостоп». Тут как-то разбирал свою библиотеку и случайно наткнулся на один известный автораритет. Это выпуск авторевью за 98-й год, и на обложке я увидел новую Ниву. Вы знаете, ну в тот момент она была новой, это 98-й год, напомню, все происходило. Тогда как раз этот номер вышел в преддверии московского автосалона, где, собственно говоря, и было показано семейство ВАЗ-2123. Так что же писали в этом номере про новинку российского автопрома пытливые журналисты? Ну, скажу сразу, они отметили то, что машина, конечно, являлась большим шагом вперед, но тут же сходу отметили и целый ряд недостатков, первый из которых, и самый серьезный был, это слабый двигатель. Казалось бы, что машина с такой родословной была альтернативой либо появится новый двигатель, либо появится что-то, что сможет поставить тяговую вооруженность, вернее, поднять этой машины, но оно не появилось. Казалось бы, что тупиковая ветвь. Но, заметьте, прошло 20 лет, машина вышла тиражом более 700 тысяч экземпляров и до сих пор находится в тренде и попадает в топ-10 самых популярных внедорожников. Мы решили узнать, в чем же секрет успеха этой модели. До этого отправились в один из дилерских центров, который расположен в самом центре города. Ну а что из этого вышло, смотреть вам. И первое, с чего мы начнем знакомство с новинкой, это ее изменившаяся внешность. Согласитесь, фейслифт пошел не витравил на пользу. Крупная фальш-радиаторная решетка отлично вписалась в многоуровневую архитектуру передка. Сверху композицию довершил большой логотип Ладии. На месте и новые узкие блоки фар головного света производства компании Bosch. На фоне прежних смотрятся вполне авангардно. Сюда бы еще светодиодные дневные ходовые огни, но нет. Обычные. Здесь даже оптика не линзованная, с привычными рассеивателями. Но, будем справедливы, со своей задачей фары справляются хорошо, да и стоят дешевле светодиодных. Идем дальше. Поменяв передок, конструкторы не забыли крышку капота. Она стала более горизонтальной и обзавелась выраженным рельефом. В стандарте она удерживается в открытом положении штангой, но можно в качестве допов заказать и газовые упоры. В полном соответствии с законами автомобильной моды, округлые колесные арки поменялись на прямоугольный и обзавелись обвесом. Его пластиковые элементы окрашены в массе, а потому не боятся сколов и царапин. В версии оффроу это обвес черного цвета, что очень практично, но в городской версии может быть окрашены в цвет кузова, как в нашем случае. Еще одна характерная деталь новинки, недвусмысленно напоминающая о ее внедорожном предназначении. Пара буксирных проушин в переднем бампере. Раньше была только одна. Две были сзади, они там собственно и остались, украсив собой новый бампер. Получилось эффектно. Круче только задние огни, вот они-то полностью светодиодные и устанавливаются на все новые внедорожники Neva Travel, независимо от комплектации. А вот задний парктроник и камера заднего вида с омывателем прерогатива старшей комплектации люкс, точно так же, как и обогреваемое по всей площади ветровое стекло и лифт водительского сидения. А еще регулировка поясничного упора. Вообще внутри изменений не так много, как снаружи. И то большей частью они появились на дорестайлинговой модели в последний год ее производства. Это и мультимедийная голова, и охлаждаемый с помощью кондиционера перчаточный ящик, и подстаканники для пассажиров заднего ряда в водительском подлокотнике. Да, появился еще один потолочный плафон салонного света для пассажиров заднего дивана. Все остальное оборудование, включая систему Эру Глонас, хорошо знакомо владельцам Шеви Нив. Что ж, посмотрим, как все это будет звучать теперь в едином оркестре. Пора проверить нашего испытуемого дорогой. Сегодня, правда, больше напоминающее бездорожье. Проверять новую Ниву на бездорожье бессмысленно, поскольку здесь все осталось по-прежнему. Та же коробка-раздатка, те же блокировки дифференциала. Поэтому мы решили ее попробовать на эту новинку в городе. Ну, собственно говоря, по дороге на бездорожье большая часть жизни этого автомобиля будет проходить на дорогах общего пользования. Мы хотим проверить, как эта машина соответствует реальным дорожным условиям. В принципе, здесь тоже мы не ждем больших откровений, поскольку все осталось по-прежнему, за исключением ряда деталей обновившегося интерьера и ряда систем, которые здесь появились. Итак, наш невнедорожный ТЭС-2. Что можно сказать? Ну, во-первых, самое, что обращаешь внимание, это высокая посадка. По сравнению с соседями по дорожному потоку вы чувствуете себя таким королем дороги, поскольку сидите достаточно высоко на дне, а потому можете просматривать далеко дорожную обстановку и прогнозировать действия водителей. Второй момент, который тоже хотелось бы сразу же отметить, это первое впечатление. В машине стало заметно тише. Это заслуга улучшенной шумоизоляции. Здесь новый моторный щит шумоизолированный. Дверные карты усилены шумопоглощающими матами, поэтому здесь достаточно тихо. Второй момент, который третий, вернее, уже, это тоже, что по личному опыту, пока мы готовили этот тест, покатались в мороз, в автомобиле очень тепло. Даже при минимально включенной печке, здесь можно сидеть в рубашке, даже в 20-ти градусный мороз, причем, в отличие, например, от того же Duster, который у меня, эта машина нагревается практически моментально. Что еще можно отметить из положительных моментов? Ну, появившаяся мультимедийная панель, она, правда, не новинка, она появилась в 2019 году, но она прекрасно справляется со своими обязанностями. Сюда можно выводить как навигацию, она может работать как подключаемое устройство и обеспечивать связь по Bluetooth. Здесь можно даже зазеркалить свой смартфон, то, чего еще раньше вообще в таком автомобиле, как Niva, не было и вблизи. Ну, естественно, он справляется с функциями именно такой радиоточки, то есть обеспечивая и звуком, музыкой в поездке. Единственное, что я отметил бы из таких не очень удобных вещей, это то, что здесь нет мультифункционального руля. И вот здесь как раз очень не хватает в дороге, потому что ту же громкость, убавить-прибавить, приходится крутить ручкой, а эта, в общем-то, находится внизу центральной консоли. Но я думаю, что это не самый большой такой недостаток, который, думаю, кардинально не скажется на покупательских, продажных способностях этого автомобиля. Ну, что еще можно здесь отметить? Здесь есть очень, на мой взгляд, удачное решение. Это камера заднего вида. Она появилась, правда, в 2019 году, но на этот раз она уже оснащена омывателем, который работает в паре с омывателем заднего стекла. И она действительно реально очищает грязь. Это пригодится не только в городе, но и за городом. В первую очередь для этого это все и делалось. Но, тем не менее, это устройство здесь есть. Единственное, опять-таки, из личного опыта мы уже попробовали сегодня этот омыватель. Ну, струю надо настраивать. Честно, с завода она не совсем настроена. То есть она функции свои выполняет, но отчасти. Но зато она, по крайней мере, есть. И я скажу, что на ближайших конкурентах этой модели ну, даже более дорогих таких устройств найти трудно. Если они есть, то они, в общем-то, не справляются с своей функцией. Я не веду камеры заднего вида. Единственное, что здесь еще не хватает, это может быть то, чтобы она рисовала динамическую траекторию. Она рисует только статику. Но все равно при маневрировании задним ходом это такой серьезный плюс. Кстати сказать, в топовых комплектациях здесь появляются еще и парктроники. Так что, в общем-то, в городе выживать на этой машине достаточно можно уверенно. Ну и уже, скажем так, завершая наш обзор, я бы еще хотел отметить, хотя мы сказали, что, в принципе, как бы внедорожные качества этого автомобиля не вызывают сомнений, а так и есть. Это еще один плюс для выживания в городе, особенно вот в такую погоду, как сейчас, когда выпало много снега, снег сейчас начинает таять, и, в общем-то, дорога достаточно тяжелая для многих соседей по дорожному потоку. А Нива Тревел, она ведет себя, чувствует себя, как в своей тарелке, потому что она в своей тарелке, собственно говоря, и доходится, потому что мы едем, то есть мы можем съехать на любое пространство, преодолеть любой снежный брус, или для этого нам даже не потребуется переключаться на пониженную передачу или включать блокировку, она едет достаточно хорошо. Минус, не минус, ну и не плюс, конечно, это вялый мотор, но опять о чем мы говорим, в городе кругом стоят камеры, поэтому разгоняться здесь выше 60 плюс 20 не получится, а двигатель с этим прекрасно справляется. Так что я думаю, что это действительно хороший выбор для тех, кто совмещает городскую жизнь с выездами на природу, и этот автомобиль действительно такой, скажем так, хороший рывок вперед для вот этой гаммы, для поклонников Нивы, для поклонников вазовских внедорожников, тем более в этой ценовой группе подобную машину с подобными качествами просто найти невозможно. На этом можно было бы и закончить, но, как ни крепились мы, все же не устояли перед соблазном найти в городе хоть какое-то, пусть паркетное, но бездорожье. Не с целью обрести откровение, но чтобы еще раз убедиться, что Нива Трэвел это внедорожник с большой буквы. В его активе полноприводная трансмиссия с подключаемым понижающим редуктором и межосевой блокировкой. Дорожный просвет в 220 миллиметров и углы въезда-съезда в 37 и 36 градусов соответственно. Вне зависимости от комплектации все автомобили имеют стальную защиту картера. Глубина преодолеваемого брода с учетом шноркеля в исполнении оффроуд полметра, но что-то нам подсказывает, что и в стандартном исполнении Нива Трэвел возьмет такую глубину. Главное не гнать большую волну. Что же касается паркетного бездорожья, то с ним наша испытуемая справилась играючи. Так и слышу голоса скептиков. Да я здесь и на классике проеду. Конечно, проедете. А вот через снежный волок на пути к супермаркету можете и не проехать. А Нива Трэвел проедет. Вот вам еще один плюс в копилку обновленной Нивы. Подведем итоги. Фейслифт явно пошел не ветровал на пользу. Брутальный облик стал больше соответствовать образу этого авто. А такие опции, как полностью обогреваемое ветровое стекло, регулируемое по высоте водительское кресло и камера заднего вида с омывателем, максимально облегчают жизнь за рулем. Но главное, это, конечно, цена на старте продаж в 2002-м Нива Шевроле стоила 8000 условных единиц, измеряемых в долларах. Сегодня Нива Трэвел стоит около 10 по действующему курсу. Минимальный рост за 20 лет продаж. Завидное постоянство. Видимо, и в этом кроется секрет успеха модели на рынке, позволившей ей оставаться в топе продаж среди внедорожников и разбежаться по дорогам в количестве более 700 тысяч штук. Мы благодарим дилерский центр Lada North Auto, расположенный в центре Твери на улице Коробкова 5, за предоставленный автомобиль и помощь в проведении нашего драйв-теста. Вот, собственно, и все, что мы хотели рассказать вам сегодня. Ставьте лайки, пишите комменты и не забывайте подписываться на наш канал. Дальше будет только интересней. Удачи вам и вашим авто! Пока!